Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мы озвучиваем вопросы, которые на нашем сайте, которые мне задавали в учебных заведениях. Вопрос 3043, 16 том, открытым оком. Мне подарили панно, изготовленное в русских традициях. Русская печь, ухват, яблоки, баранки, бублики, ложка, кувшин, кринка, веник, мальчишка, растрепа и девчонка с длинными косами. Все это изготовлено из соленого теста, пакли, рогожи, соломы. И называется это оберегом дома. Изготавливает это панно общество слепых города Рубцовска, Алтайского края. А расписывать помогают глухонемые. Эти панно очень красочные, несут теплоту рук человеческих и доброту. А что по этому поводу говорит Библия? Вот какие вопросы длинные задают. Ответ. Если, как произведение искусства, то пусть пыль собирают. Они безвредны. Если не съедят мыши или не изломают дети. И в слове оберег, кажущийся сквозное изыщество, может быть только для рекламы, а ничего мистического там и нет. Если это африканские маски или амулеты северных шаманов, то их нужно уничтожить. Идолопоклонство вот так рождалось, как оберег. Так, премудрость Соломона. Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон. И по повелениям властителей извояния почитаемо было как божество. Дальше. Послание ременья трудно прочитать. Оно как раз об этих оберегах и их коварстве, бесполезности и душепагубности. Башков, террафимов всегда хватало, а ради денег чего не сделаешь. И верующие тоже обзаводятся такой мерзостью, и в домах священников есть много непотребства. Негосудий. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли и Стукан, и Ефот, и Терафим, и Лит, и Кумир. Священник стоял у ворот с теми шестюстами человек, припоясанных воинским оружием. Оберег от слова беречь, а это может сделать только Бог. Причи. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Иоанн Златоус утверждает, что дом оберегает Библия и делает жилище недоступным бесом. В Библии мудрость. В Библии открыт путь спасения и источник мудрости. Причи. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Все, что слепые налепили на панно, у нас зрячих есть потеряю. Левкие русские печи, ухваты, растрепы и хосы длинные. Пусть бы платье длинное носили, то они скверняли себя ношением мужских брюк, не были мерзавками. Трозаконие. Нам, женщине, не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Считай. Где Библия отсутствует, там... Истинный отгул. Истинный отгул. А чаще ее нет, даже на йоту букву. Там ни один ее с азартом пнул. При случае и самый малый стукнет. Святую Библию, опору и фундамент крошили, зарывали в скитах, монастырях. Архиерей, попы ее усердно давят. Одна, она на них наводит страх. Библейские пророчества живут, как будто ныне сказаны с укором. В ней, на примерку каждому, хомут. В трудях своих она с достатком кормит. Кто в Библии полюбил, полюбит не таясь, и утром ранним с ней не расстается, ей посвятит незамутненный час. Каких друзей она приводит в гости? Священное Писание – плод Духа. Он двигал святостью наполненные строки. Тысячелетия светильник не потухнет. В них с размышлением и мы все свое построим. Из Слова Божия строится благодать. Бесчисленных примеров сон разнообразный. В потоке бурным есть на что нам встать. Не погрузиться в лень, не стать бы праздным. Новозаветное – превыспленевысоко, а горнем, неземном и запредельном. Здесь покаянное, засохшее, наполнит соком. Багряное очистит и отбелит. Апокалипсис дымом саранчой, звездой полынной выметает похоть. И против Библии в любой гигант сморчок. А коммунисты – атеисты – блохи. История всей жизнью подтвердила, что можно Библии довериться вполне. Всем о Христе Иисусе возвестило. Читайте Библию. Кто хочет, поумнеть. Так, сколько прошло? Пять минут. Пять. Мы сейчас еще одну возьмем. Вот так. Сколько это? Шесть страниц. Шесть? Как раз. Вопрос 3080-й, 16-й том, открытым оком. Вы раздавали алтайскую миссию, номер 3, 2006 год, страница 19-20. Богородица на стекле. Православные чудеса. На Макузнецке, в храме во имя Иоанна Война, на стекле появилось изображение Богородицы. И что бы могло это значить? От Бога ли такое знамение? Ответ. Видишь, какие вопросы конкретно? На последней странице этой миссии, в кавычках, и показано самое изображение. Никакой Богородицы там и следа нет. А на место лица черное пятно. Вот так обычно является дьявол под видом Христа или Богородицы. Это изображение небожественное и подлежит сожжению. А кто создал оживляж, как их отец Василий, должен быть под запрещением. Новиков, который бесов изгонялся. Но как будет запрещать их епископ, если это фотография черной дыры по его благословению и статья по его благословению, как написано на первой странице этой газеты в Мурзилке церковной? Считай. Вот пишет Комсомольское параде 19.03.2003 года на странице 18.19. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подают знаки? Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки, сопредседатели комиссии Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской геологоразведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым, и Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя возможно другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. На нюх мироточение, на зрение изображение. Будут и остальные чувства, задействованные дьяволом, откровения. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Придумали державную в кавычках икону Божией Матери, которая якобы явила себя русскому православному народу 2-15 марта 1917 года в день отречения царя-страстотерпца Николая Александровича от престола. Хорошо с иконой. За нее не приходится краснеть, как за царя-батюшку. Икона не приблизит к себе Распутина, не проиграет войну, не будет табак курить и многое другое, что не красило живого царя. И получается, что не худо было бы, если бы эта икона пораньше лет на тысячу явилась в России, и не путались бы с князьями да с царями, из которых ни одного не было духовно рожденного. Дева-матерь дала образец послушания воле Божией. Она слышала посланника от Иеговы и ответила от Луки. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Образ может быть только по прямому указанию Божию, сделан точно таким, как указан, а не найден, не обретен. Исход. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на небе, на горе. Исход. Сделай его пустой внутри, дощатый, как показано тебе на горе. Так пусть сделают». Второй параллельпоминон. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которое указано было Давиду отцу его, евреям. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Попы вскрыли Библию, нет проповеди, и потому так легко в бесовщину впадают люди, и попы этому потворствуют. И потому, быть может, служителю давно уже должны были услышать бы от Христа, да не слышать его Слово, Иоанна 8, глава 44 стих, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» Второй Коринфянам. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Стихотворение. «Проказа Неймана не сошла, она геезиевых блудящих заклеймила, и совесть сребролюбцев из пельпелит дотла у жадности многорожковой вилы. Не надо думать, что виновен спит, что неизмысленное лекарство садомитам, микроб греха в молитве не убит, и нагота постами не прикрыта. В проказе гнева не спасется Ева, что посягнула властвовать над мужем. Помощницы главы с любовью сжатся слева, быть грелкой в старости и в юности при стуже. Проказники в шатре самохотения из непокорности пекут свои лепешки. Тот дом не устоит, его, увы, накренет. Не ливен, а чуть моросящий дождик». Моросящий дождик. 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 Проказу обнаружить нужен опыт и знания писаний и еговы. Тогда разлившееся буйство не потопит и сложного путь высветит к простому. Проказа вымыслов, преданий и обрядов так пышно повсеместно расцвела. Нигде-то в алтаре с писанием рядом, ковчег, в котором ни одного весла. Языческой проказы полон храм. Тьма суеверий, колдовства и злобы. Чесоточных овец, где пастырь сам баран и не на проповедь сгодится, а для плова. Проказа лений, лишнего спанья, обжорства, необъемного в обхвате. Как это объяснить и как понять? Спасение на диване, не на рате. Пусть пастырь Иисус свидетельство нам даст, как мы очищены в крещении, в причащении. Все древнее прошло, испепелилась страсть. Бутылки бьет Закхеев внук-корщемник. 31 на 3 на 2006 года. Сколько прошло? 11 минут. А? 11. Отлично. Все. Все.